Всем привет! Меня зовут Давид, и вы на канале PowerPoint Это Легко. Сегодня я научусь форматировать текст, расскажу, какие лучше всего использовать шрифты, а также научусь создавать списки. Для начала работы с PowerPoint давайте создадим свой первый слайд. Для этого в вкладке «Главное» нажимаем на кнопку «Создать слайд». В выпадающем списке выбираем «Пустой слайд». Слайд создан. Теперь давайте напишем на нем свой текст. Для этого на вкладке «Ставка» выбираем надпись. И щелкаем левой кнопкой мыши по любой точке слайда. Выходит область, в которой можно написать свой текст. Текст создан. Теперь давайте с ним работать. Большая часть инструментов для форматирования текста находится на вкладке «Главное». Давайте изменим размер нашему тексту. Для этого выделяем нужный нам фрагмент текста или целую область, в которой находится текст. Видите, инструменты на вкладке «Главное» стали активны, а значит их можно использовать. Для того, чтобы менять размер шрифта, можно использовать две кнопки. Кнопка увеличения размера шрифта и кнопка уменьшения. Давайте их понажимаем. Также можно выбрать размер шрифта, если нажать на вот эту стрелочку вниз. Выводает список определенных размеров, которые задали разработчики. Если я здесь не нахожу себе нужный размер, допустим, здесь нет 38, то я могу его указать в этом поле. Давайте укажу. Нажимаю Enter. Все. Размер изменен. Также в это поле можно писать и дробь. Десячная. С одним знаком после запятой. Допустим, 38,3. Все. Размер изменен. Теперь давайте у слова «Однажды» изменим цвет. Чтобы изменить цвет, нужно выделить фрагмент текста, у которого мы хотим изменить цвет, и нажать на вот эту стрелочку вниз. Выпадает список со цветами, из которых мы можем выбрать себе нужный. Если нужного нам цвета здесь нет, то можно нажать на кнопку «Другие цвета». Открывается палитра. Для удобства работы ее можно развернуть на весь экран. До этого можно кликнуть двойным щелчком по верхней области этого окна. Палитра разворачивается. Палитра делится на два вида. Обычный и спектр. В палитре «Обычный» располагаются цвета, которые часто используются. А в спектре мы можем мешать свой цвет. Давайте я задам свой цвет. Например, не знаю, какой-нибудь светло-фиолетовый. Теперь нужно нажать на кнопку «Ок». Итак, слово изменено на другой цвет. Теперь давайте я изменю на этот же цвет слово «Мороз». Для этого я его выделяю, нажимая на эту стрелочку вниз. Теперь уже я могу не нажимать на другие цвета, так как в области «Последние цвета» добавился цвет, который я использовал последний раз. То есть, светло-фиолетовый. Нажимая по нему. Таким образом, можно менять цвет текста. Также, если у вас есть код RGB цвета, то есть R – Red – красный, G – Green – зеленый и B – Blue – синий, то можно его указать тоже с помощью палитры. Например, «Другие цвета». Разворачиваю палитру. «Спектр». Вот. Эти три поля, в которых я могу указывать нужный цвет. Допустим, красный – 50, зеленый – 75, синий – 3. Получается такой болотный цвет. Нажимаю «Ок». Все. Слово «Был» изменено на такой болотный цвет. Также, текст PowerPoint можно делать жирным, курсивным, подчеркнутым, зачеркнутым, с тенью. Кроме того, мы можем менять регистр нашего текста. Для этого выделяем текст, нажимаем на эту кнопочку «Регистр». И выбираем нужную себе опцию. Допустим, все большие буквы. Здесь с текстом можно делать всё, как в Word. и даже выравнивать по левому краю, по центру. Давайте сейчас для наглядности так сделаем. по левому краю, по центру, по правому краю и по ширине. Это я сейчас говорил выравнивание по горизонтали. Также можно сделать выравнивание по вертикали. Сверху, посередине и снизу. Также можно изменить направление текста. Например, текст смотрит по горизонтали, «Текст расположен». Текст повернут на 90 градусов вправо и текст повернут на 270 градусов вправо. Также можно выбрать столбик. Также можно изменить межстрочный интервал. Для этого выделяем нужный нам фрагмент текста и нажимаем на эту кнопку. Допустим, давайте выберем две единицы. Всё, межстрочный интервал изменён. Если нам нужно сбросить все форматирования текста, для этого мы выделяем весь текст и нажимаем на кнопочку «Удалить все форматирования». Текст стал таким, каким он был изначально. Теперь давайте поговорим о списках. Для этого создадим новую область для текста. Допустим, список будет называться моё хобби. Для того, чтобы создать список, давайте нажмём Enter. Перейдём на следующую строку. А дальше выбираем или маркированный список, или нумерованный список. Давайте маркированный. Нажимаем на стрелочку вниз. Выпадает больше вариантов. маркеры в виде кружков, дисков, квадратов, галочек. Давайте выберем маркеры в виде дисков. Теперь, когда я ввожу какой-нибудь текст и нажимаю Enter, маркер автоматически создаётся. Если мы хотим изменить вид списка, то нам нужно выбрать то место, где мы хотим заменить и выбрать другие маркеры, допустим. Или же вообще другой тип списка, нумерованный. Для того, чтобы создать список в списке, нужно нажать клавишу Enter, чтобы перейти на следующую строку. А затем нажать на кнопку повысить уровень списка. Видите? Уровень списка ушёл вправо. Теперь здесь можно писать какой-нибудь текст. Теперь давайте изменим вид этого списка. Выделяем текст и выбираем нужный мне список. Таким образом создаются списки. Что ж, теперь давайте поговорим о шрифте. Напишем какой-нибудь текст. Сделаем его большого размера. для того, чтобы изменить шрифт текста, нужно выделить необходимый фрагмент этого текста и нажать на вот эту вот стрелочку. Выпадает полный список всех шрифтов, которые находятся у нас на компьютере. Теперь очень важный момент. Давайте я выберу, к примеру, ну, вот этот вот Planet Cosmos. Очень такой красивый шрифт. Всё, смотрится всё очень красиво. Шрифт применён. Но если эту презентацию открыть на другом компьютере, то этот текст будет отображаться некорректно. Потому что, возможно, на другом компьютере этого шрифта не будет. Вы спросите, откуда я должен знать, какой шрифт установлен на другом компьютере. Для этого я подготовил для вас сайт. Сайт. Ссылка на него будет в описании. Здесь собраны все шрифты, которые установлены на каждом компьютере. Несмотря на его операционную систему. Windows или Mac. Выбираю здесь мне самый красивый шрифт, допустим, Вердана. И вбиваю его в поиск шрифтов. Начинаю писать. Все, видите, он вышел. Нажимаю Enter. Шрифт применяется. И теперь весь этот текст на другом компьютере будет применяться корректно и красиво. Так же, как у меня. домашнее задание. Домашнее задание. Создайте текстовое поле и напишите в нем такой текст. Весь текст состоит из списков. Попробуйте поиграть со списками и привести весь текст к такому виду, который вы сейчас видите на своих экранах. Подсказка. Не забудьте про кнопку повысить уровень списка. Также вам нужно будет отформатировать текст по образцу. Теперь давайте подведем итоги. Сегодня мы с вами прошли первую часть по форматированию текста. Научились создавать размер, цвет и шрифт тексту. Так же вы узнали, какие лучше всего использовать шрифты в своей презентации. А еще вы научились создавать списки. Ну что ж, наш урок подходит к концу. Большое вам спасибо за просмотр. Жду вас на следующем занятии. Пока!